ДИРК БАУРМАН В Красном Октябре сложилась очень интересная ситуация. Это динамично развивающийся проект. Фактически, команда появилась на свет всего год назад, а сейчас она уже играет в Кубке Европы. Кроме того, у клуба есть амбициозные и голодные до побед президенты, великолепные фанаты. А это уже крепкий фундамент. Лучшие команды Европы показывают умный и жесткий баскетбол, и если ты не делаешь того же, ты не будешь побеждать. Время от времени ты можешь огорошить соперника, но чтобы выигрывать на постоянной основе, бесшабашный стиль не подойдет. Поэтому в Европе никто так и не играет. Это не приносит результат. Спросите любого хорошего европейского тренера, Миссину, Абрадовича, кого угодно, и они подтвердят, что без обороны победить невозможно. Важно найти золотую середину между тем, что нам могут дать американцы, и тем, что представляет из себя европейский баскетбол. А это движение мяча, коллективная игра, доверие. Все то, что входит в понятие быть командой. Да, это долгий процесс, но я уверен, что мы доберемся до этой цели. Не думаю, что взял бы работу в Красном Октябре, не будь в составе Антона Панкрашова. Его фигура сыграла важную роль в принятом мной решении. На мой взгляд, в мире мало защитников ростом с Антона, которые также здорово понимают баскетбол. Могу сравнить его с Попа Лукасом, которого хорошо знают в России. За два года работы помощником в США я усвоил азы тренерской профессии. В первую очередь понял, сколько на это уходит сил и времени, а также научился писать разбор соперника, анализировать записи матчей и так далее. При этом моя тренерская философия, европейская настолько, насколько это возможно. Шел то ли 92-й, то ли 93-й год. Я был главным тренером Ливеркузена, и ЦСКА приехал к нам в гости. И тогда Александр Гомельский, который, как я знаю, был человеком очень строгим и жестким, наоборот, был со всеми крайне мил и обходителен. Он даже сказал несколько приятных слов в мой адрес. Мне тогда было примерно 35, и в тот момент это было для меня целым событием. Дирк Новицкий, самый профессиональный человек из всех, кого я знаю. Он настолько предан своему ремеслу, что после каждой тренировки остается в зале еще минимум на час. Он величайший из тех, кого я когда-либо тренировал, причем с большим отрывом. Я был безумно рад, когда он стал чемпионом НБА. Также счастлив, что вместе со сборной Германии мы воплотили его мечту об Олимпиаде, сыграв в Пегине 2008. В 1985 году в Германии проходил Евробаскет. Нашу сборную тогда возглавлял Ральф Кляйн. Я спросил у него разрешения приходить на тренировки. Мне было всего 28, но он не просто согласился. Он еще и оставался со мной после тренировок, чтобы все разъяснить. Теперь настала моя очередь делиться знаниями с молодыми игроками и тренерами.